В КФУ торжественно открыли научный кружок полимерия для иностранных студентов. Голосованием приняли решение назвать его полимерия, что, если проще говоря, переводить на наш язык, многомерие. Как прошел практический мастер-класс для татарстанских врачей в Уни-клинике Казанского Федерального Университета? Новые технологии мы привезли, чтобы обучить наших специалистов, наших друзей, урологов, чтобы такая технология была и в Казани. Фрагменты нового вида ихтиозавров в Казанском Федеральном Университете. В Европе все университеты имели такие коллекции, но сейчас они все утрачены. Сдалось только три штуки. Всем привет! В эфире Универ-Ньюса, в студии Карина Саяхова. Для тех, кто еще не вакцинировался от коронавируса в понедельник, 19 апреля с 9 до 12 во втором учебном корпусе будет работать бригада медиков университетской клиники. Приглашаем вакцинироваться в 105-й кабинет на Кремлевско-35 всех желающих. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и медицинский полис. Прием проводится без предварительной записи. В Институте геологии и нефтегазовых технологий Казанского Федерального Университета состоялось открытие международной молодежной научной конференции Татарстан АПЭКС-ПРО. Все подробности далее. Открыл конференцию Донис Нургалиев и пожелал участникам успехов. Самое главное, что вы получили на этой конференции заряд новой энергии, новых мыслей, большинственных друзей и что-то в вашей жизни немножко изменилось в лучшую сторону. На мероприятие собралось около 150 участников из Казани, Москвы, Санкт-Петербурга, Омска и других городов. Это платформа для взаимодействия участников и работодателей нефтегазовой сферы, где каждый может показать себя, свои навыки, свои возможности, которые они получили за годы обучения в своем университете, а также познакомиться с единомышленниками. Работы участников представлены в восьми секциях, направленных на нефтегазовые отрасли. Анастасия Тимофеева, организатор и участник конференции, рассказала о преимуществах своей работы. В моей работе я, получается, рассматриваю концентрацию поверхностно-активных веществ, я анализирую их и, в принципе, это очень применимо для нефтяных компаний, потому что с помощью этих лабораторных экспериментов они далее могут оценивать уже активность поверхностно-активного вещества и смотреть, применимо ли оно для данного коллектора, для данного пласта нефтяного или нет. О важности и необходимости проекта рассказали и впервые участвующие на конференции студенты из Москвы. Отличная возможность показать себя, провести, услышать мнения экспертов, советы, стать лучше, ну и, возможно, найти новые перспективные знакомства в том числе. Для обмена опыта, чтобы нам увидеть какие-то новые разработки, идеи, пообщаться с ребятами, со студентами, со специалистами. Далее участники разделились по своим секциям и начали свои выступления. Энджи Минебаева, Ленард Авлетьяров, Универньюз. Казанский федеральный университет посетил генеральный консул Турции в городе Казань Исмет-Эрикан. После экскурсии и презентации вуза на встрече обсудили возможное направление сотрудничества, в частности, привлечение в вуз преподавателей-носителей турецкого языка, а также подняли вопросы по вакцинации турецких студентов и помощи с миграционным учетом. Визит завершился в встрече консула с турецкими студентами КФУ. В Казанском федеральном университете состоялась международная конференция международных отношений в ходе ковид-19 пандемии. В ходе приветственного слова проректора по внешним связям Тимирхана Алишева было торжественно открыть студенческий научный кружок «Полимирия». По инициативе иностранных студентов в Казанском федеральном университете создан научный кружок «Полимирия». Его руководитель, доцент кафедры международных отношений, мировой политики и дипломатии Денис Шарафудинов рассказал о том, что в себе кроет выбранное название. То есть в итоге общим голосованием приняли решение назвать его «Полимирия», что, если проще говоря, переводить на наш язык, многомерие, многообразие, где студенты различных, скажем так, из различных стран, различного расповедания, конфессии могут, скажем так, представлять свои страны и как раз-таки доносить свою позицию для других. Денис Шарафудинов поделился планами и подробностями о формате занятий в научном кружке. Данный кружок будет работать два раза в месяц, то есть раз в две недели собираться мы будем. То есть уже достигнуты договоренности о проведении следующих мероприятий с приглашенными гостями, с телемостами. В ближайших планах провести телемост с университетами Турции и Соединенных Штатов Америки. Реализация намеченных задач во многом будет зависеть от желания студентов. Илья Андреев, Фарид Захитугле, Универньюз. В Казанском федеральном университете состоялась встреча студентов из Узбекистана с генеральным консулом Республики Узбекистан в городе Казань Фаридоном Насриевым. Он рассказал о том, какую поддержку оказывает консульство граждан Узбекистана, а также поблагодарил руководство Казанского федерального университета за помощь узбекским студентам во время пандемии коронавируса. Было оказано большое содействие со стороны Казанского федерального университета, за что мы им очень благодарны. Многие из вас, даже все получали подарки в виде продуктов питания. В университетской клинике Казанского федерального университета состоялся практический мастер-класс для татарстанских врачей. Все подробности в сюжете. Показательное хирургическое лечение выполнил заведующее отделение в урологии городской клинической больнице имени Плетнева города Москвы, заместитель председателя Российского общества урологов Мартов Алексей Георгиевич. Мы приехали в наш замечательный город с абсолютно новой технологией. Называется это микроперкутанная нефликтрепсия. Это одно из самых минимальных воздействий при лечении камней почек. Через отверстие диаметром приблизительно 2 мм мы убираем камни, которые расположены в почках различного размера. Поэтому эту новую технологию мы привезли из этого, чтобы обучить ваших специалистов, наших друзей, урологов, чтобы такая технология была и в Казани. Данная технология способствует уменьшению болезненности процедуры. Нынешняя методика усовершенствована. Она дает возможность убрать камень через меньший прокол, чтобы позволить пациентам быстрее восстановиться после операции. Раньше мы доставали эти камни через отверстия в поясничной области размером в 1 см. Сейчас мы делаем то же самое, только через отверстие 2 мм. Для операции были выбраны две пациентки с крупными плотными камнями в почках, которые болеют уже около года. Методика с использованием тулевого лазера, фибролаз У2, позволит раздробить эти камушки в пыль через буквально небольшой прокол поясничной области. Трансляция двух операций проводилась в конференц-зале для врачей-урологов Татарстана. Елизавета Никитина, Фарид Захитаглы, Универньюз. Ихтиозавр – это отряд вымерших морских присмыкающихся, имевших форм, похожую чем-то с рыбой и дельфином. Фрагменты скелета этой мезозойской рептилии есть и в Казанском университете. Уникальные кадры в нашем следующем сюжете. Мы в Геологическом музее Казанского федерального университета. Прямо сейчас у меня в руках фрагмент нового вида скелета ихтиозавра, который нашли на границе Ульяновской области и Республики Тарстан. Ну и здесь представлены все фрагменты нового вида скелета ихтиозавра, который русский геолог и палеонтолог Владимир Ефимов передал Казанскому университету. Это результат совместного сотрудничества двух научных учебных учреждений. Западно-казахстанского университета имени Мохамбета Утимисова и Казанского федерального университета. Сам Владимир Ефимов уже на протяжении 40 лет изучает отложения Среднего Поволжья. Заведующий фондово-монографическим отделом Геологического музея Казанского федерального университета Геннадий Сонин рассказал нам о том, как ихтиозавры появились по Волжье. И вот эти самые ящеры, они тут очень сильно расплодились, поскольку залива было много и процессы эволюции шли очень разнообразно. То есть, чем больше самых разных возможностей, разных условий, то возникают различные всякие организмы. Так вот, у нас как раз наша юра по Волжье, она очень знаменита тем, что у нас вот здесь, академик Павлов все это описывал, у нас описано здесь огромное количество всяких эволюций, всех беспозвоночных, и вот развивались даже позвоночные. Это вот как раз район Ульяновска, район Сызрани, и туда дальше, вплоть до Кавказа. Значит, у нас здесь большое количество этих находок, этих древних ящеров. Геннадий Сонин отметил, что очень сложно извлекать сами находки, тем более целые скелеты. Поэтому ЮНЕСКО выделили деньги, чтобы на месте был организован музей, с которым и сотрудничал российский палеонтолог и геолог Владимир Ефимов. Илья Андреев, Ленардов-Летьяров, Универ-Ньюс. На этом все. В студии была Карина Саяхова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова